Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши видео уроки по истории новейшего времени. Продолжаем говорить об событиях, которые происходили во второй половине 20-го, начале 21-го века. И сегодня мы поговорим о том, как в общих чертах развивались страны Запада в этот период. Страны Запада во второй половине 20-го, начале 21-го века это тема нашего сегодняшнего видео урока. Наши лекции по обществу знанию доступны на Бусти и спонсор. Тут сразу же нужно сказать, что мы имеем в виду под термином страны Запада. Сегодня очень часто в нашей российской печати, в средствах массовой информации говорят о так называемом коллективном Западе. Рассматривая страны Западной Европы, Соединенные Штаты Америки, а иногда и Канаду, и Японию, и Австралию, как некий единый блок, который в основном выступает главным оппонентом России на международной арене. По-другому вот этот коллективный Запад могут называть Атлантическая цивилизация, Западный мир, даже иногда Англосаксонский мир, хотя, как справедливо было замечено, Англосаксы исчезли где-то еще в одиннадцатом веке. Так или иначе, все вот эти термины, они означают приблизительно одно. И говоря о странах Запада, мы будем говорить в первую очередь о Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы. Наиболее развитых странах Западной Европы, Великобритании, Франции, Германии, Италии, вот эти страны определяли развитие капиталистического мира в этот исторический период. После Второй мировой войны, где как раз вот объединенный Запад одержал победу над германским нацизмом и итальянским фашизмом, в мире установилось безусловное экономическое лидерство Соединенных Штатов Америки. Если посмотреть на валовый внутренний продукт США к 1945 году, мы увидим, что он больше, чем суммарный валовый внутренний продукт четырех следующих за США крупнейших держав. То есть производство в Советском Союзе, в Великобритании, во Франции, в Германии в сумме в 1945 году было ниже чем производство в Соединенных Штатах Америки. Причины этого лежат на поверхности. Знаете, вот можно тут привести такой пример из обыденного сознания. Есть поговорка, кому война, а кому и мать родна. Соединенные Штаты Америки, участвуя во Второй мировой войне, тем не менее не столкнулись с боевыми действиями на своей территории. На территории США, ну за исключением может быть Гавайских островов, война собственно не велась. Поэтому и тех страшных разрушений, которые она принесла Европе и особенно Советскому Союзу, в США конечно не было. А вот экономика, военная экономика США работала на полную мощность. Армия нуждалась в различных материальных средствах от авианосцев до сапог. И это надо было производить. Это производили американские предприятия, наращивая, наращивая, наращивая собственное производство. Не надо забывать и про программу ленд-лиза, то есть той материально-экономической помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказывали европейским странам, воюющим с нацизмом. Ленд-лиз тоже обеспечивал загрузку заказами американских предприятий, которые на этом получали довольно неплохую прибыль. Поэтому в экономическом лидерстве США нет ничего удивительного. Тем более, что Европа-то лежала в руинах. Европу надо было восстанавливать. Процесс послевоенного восстановления Европы только силами самой Европы, скорее всего, занял бы очень и очень долгий период. Поэтому неудивительно, что США выступила в такой очень благородной позиции союзника, который хочет помочь. В Соединенных Штатах Америки, как вы знаете, уже был разработан специальный план. Его разработал госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Маршалл. И вот этот самый план Маршалла предполагал экономическую помощь Соединенных Штатов странам Европы. Почти безвозмездно. Почти даром. 90% из тех сумм, которые по плану Маршалла предполагалось передать европейским странам для восстановления, это были безвозвратные кредиты. 10% конечно надо было вернуть. Сумма по тем временам весьма солидная. По разным оценкам от 13 до 17 миллиардов долларов. Если это переводить в современные цены, то это где-то приблизительно 150-195 миллиардов долларов, которые США были готовы вложить в развитие экономики Европы. Однако не надо думать, что Соединенные Штаты выступали с такой исключительно благотворительной позицией. Нет. Передача этих сумм по плану Маршалла сопровождалась политическими условиями, главным из которых было удаление от власти в странах Западной Европы коммунистов. Не секрет, что коммунистическая идея после Второй мировой войны завоевала умы многих. В Европе-то прекрасно понимали, кто сыграл главную роль в победе над нацизмом. Понимали, что именно коммунистическое государство, Советский Союз с его социалистической экономикой без частной собственности сумели сокрушить объединенную экономику всей капиталистической Европы, которую под себя подняла нацистская Германия. Поэтому неудивительно, что у коммунистических идей было немало сторонников, а например во Франции или в Италии коммунисты даже вошли в правительство. Соединенные Штаты Америки, как вы знаете из предыдущих лекций, стремились остановить распространение коммунистических идей, отбросить коммунизм. Поэтому передача денег по плану Маршалла сопровождалась именно вот этими условиями. Уберите своих коммунистов. Что любопытно, объективно, вот эти вот деньги в Европу не пришли. Большинство этих денег осталось в Соединенных Штатах Америки, потому что именно Соединенные Штаты Америки выполняли большинство заказов на восстановление, на создание новой техники, на поставки нового оборудования, потому что экономика Европы разрушена в отличие от экономики США. Тем не менее, американская помощь по плану Маршалла сыграла очень большую роль в послевоенном восстановлении Европы. А далее наступают довольно успешные времена. 1950-е, 1960-е годы в Европе и вообще во всем западном мире абсолютный экономический подъем. Экономика буквально ракетой рванула вверх. Именно в этот период можно говорить об германском экономическом чуде, об итальянском экономическом чуде, о японском экономическом чуде. Когда пытаются проанализировать причины вот этого экономического подъема, охватившего почти все западные страны, обычно выделяют следующее. Стабильность международной валютной системы, либерализация, то есть освобождение мировой торговли, в основном это выражалось в снижении таможенных пошлин, региональная экономическая интеграция, то есть объединение стран с целью совместно развивать свою экономику. Важным фактором являлась активная регулирующая роль государства, ну и конечно растущее значение научно-технического прогресса. Действительно вот все эти перечисленные факторы сыграли существенную роль в экономическом подъеме 50-60-х годов 20-го века. Стабильность международной валютной системы была обеспечена введением так называемой Бреттонвудской денежной системы. В 1944 году 44 страны на территории США в Бреттонвуде, отсюда и название, заключили соглашение, по которому главной мировой денежной единицей становился американский доллар. По Бреттонвудским соглашениям американский доллар был жестко привязан к золотому стандарту. Один грамм золота это 35 долларов США, а все остальные мировые валюты, английские фунты стерлингов, французские франки, германские марки, итальянские лиры, японские и иены и даже, как предполагалось, советские рубли будут свой курс выстраивать относительно доллара. Такая вот Бреттонвудская система, система золотого стандарта распространилась на весь западный мир. Советский Союз подписал эти соглашения, но не ратифицировал и в Бреттонвудской системе фактически не участвовал. Просуществовала такая система до 1971 года, когда рухнула под давлением объективных обстоятельств. Крушение Бреттонвудской системы зачастую объясняют такими легендарными событиями, когда страны Европы, в первую очередь Франция, стали активно свои бумажные доллары разменивать на американское золото. Американцы поняли, что поддерживать этот золотой курс своего рубля им уже нельзя. Так или иначе, Бреттонвудская система в 1971 году была отменена и день на смену впоследствии пришла так называемая Ямайская система, в которой все мировые валюты, в том числе и американский доллар, они свободно конвертируются. Их стоимость определяется спросом и предложением на мировых валютных рынках. В рамках вот этой Бреттонвудской системы были созданы два межгосударственных объединения, которые должны были способствовать развитию мировой экономики. Конечно, они создавались под контролем Соединенных Штатов. Я имею в виду Мировой валютный фонд и Всемирный банк, который изначально назывался Международный банк реконструкции и развития. Вот эти финансовые механизмы помогали осуществлять те или иные акции, те или иные операции по восстановлению мировой экономики. И эти организации действуют до сих пор. Что касается либерализации мировой торговли, то здесь, конечно, с окончанием Второй мировой войны все стало довольно просто. На океанах, где в основном проходили торговые трассы, стало безопасно. Государства, заинтересованные в развитии торговли, максимально снижают пошлины. Еще в 1947 году 23 государства подписали так называемое Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Абревиатура ГАТТ тут используется. И вот этот самый ГАТТ, ну или это самое ГАТТ, привело к значительному снижению, а в некоторых случаях даже к снятию таможенных пошлин на огромное количество самых разных товаров. Почти 50 тысяч наименований товаров в западном мире стали беспошлинно или с очень небольшими пошлинами перевозиться через государственные границы. ГАТТ существовала до 1995 года, когда ей на смену пришла действующая до современности, до сегодняшнего дня Всемирная торговая ассоциация. Именно Всемирная торговая ассоциация сегодня устанавливает правила для мировой торговли. Но, как вы понимаете, правила для мировой торговли выгодны в первую очередь наиболее крупным западным странам. Важным фактором была региональная экономическая интеграция. А тут, наверное, надо объяснить термин, да? Что такое экономическая интеграция? Экономическая интеграция – это процесс экономического и производственного сотрудничества, сближения и объединения национальных хозяйств разных стран. Ну, то есть на месте замкнутых, закрытых от мирового рынка национальных экономик возникает мировая глобальная экономика. Примером такой экономической интеграции стало учрежденное в 1951 году Европейское объединение угля и стали. Согласно правилам установления этого объединения, предполагалось, что угледобывающая и металлургическая продукция шести наиболее крупных стран Европы поставляется беспошлино. В состав вот этой шестерки вошли Франция, Западная Германия, ФРГ, то есть Федеративная Республика Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Вот это вот ЕОУС – Европейское объединение угля и стали сняло очень давний конфликт, который существовал между французами и западными немцами. Теперь Франция и Германия могли совместно пользоваться богатейшими металлургическими угольными ресурсами Эльзаса и Лотарингии, тех самых территорий, которые были предметом давних споров, разногласий и даже войн между Францией и Германией. Европейская интеграция пошла дальше. В 1957 году в мае в Риме был заключен договор, который учредил ЕС – Европейское экономическое сообщество. Тут надо вот эту аббревиатуру ЕС не путать с современной аббревиатурой ЕС. Там, где нет буквы «Э» посередине, а есть просто ЕС – Европейское Содружество. Европейское Содружество – это более широкое объединение, чем чисто экономическое. Но выросла современная объединенная Европа, современный ЕС как раз из той самой ЕС – Европейского экономического сообщества 1957 года. А Европейское экономическое сообщество еще иногда называют общим рынком Европы. Изначально это был таможенный союз, устанавливающий единые таможенные правила. Ну а дальше он превратился в полноценный экономический союз западноевропейских стран. Любопытно, что Британия, гордо находящаяся на своих британских островах, поначалу в это европейское экономическое сообщество не вступило. Этому очень сильно препятствовала Франция, которая в Британии видела своего экономического конкурента. Конкурентов, как известно, надо давить. Поэтому Британию в ЕС не пускали. В ответ на это Великобритания в 1960 году для семи европейских стран учредила Европейскую ассоциацию свободной торговли ЕАСТ, в которую, естественно, не была включена Франция. Однако, в конце концов, вот эти вот противоречия между конкурирующими державами, между Францией и Великобританией были сняты, и в 1973 году Великобритания вошла в ЕС. Впоследствии Британия станет одной из главных стран современного европейского сообщества. Но уже в 21 веке произойдет так называемый Брексит, когда Британия заявит о том, что она из европейского сообщества выходит. Важную роль в том, что Европа ракетой рванула вперед в своем экономическом развитии, стала активная регулирующая роль государства. Опыт Великой депрессии, предыдущего глобального мирового кризиса конца 20-х, начала 30-х годов 20-го века, показал, что надежды на свободный капиталистический рынок, рынок свободной конкуренции по части выхода из кризисов перепроизводства, мало. Нет такой надежды по большому счету. Государство должно участвовать в экономике. Поэтому в 50-е и 60-е годы 20-го века в Европе в экономической деятельности господствовали идеи Джона Мейнарда Кейнса. Джон Мейнард Кейнс, человек, которого мы упоминали в нашем предыдущем цикле, еще в 20-е и 30-е годы создал теорию о том, что государство должно участвовать в экономической жизни в первую очередь, поощряя платежеспособный спрос. Ну, просто потому, что никому не нужны будут товары, которые выпускают многочисленные заводы и фабрики, если у людей не будет денег, чтобы эти товары купить. Население должно быть платежеспособным для того, чтобы экономика развивалась. В 50-е и 60-е годы идеи Кейнса были подняты на флаг. Это получило название неокейнсианство. И главной, пожалуй, составной частью вот этой экономической политики были широкие социальные программы. Действительно, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки проводят программы социальной поддержки малоимущих слоев населения. Предоставление различных социальных гарантий всем слоям населения обеспечивалось это в первую очередь за счет повышения налогов. За счет повышения налогов на бизнес, что, конечно, не могло радовать крупные корпорации. Правда, тут надо иметь в виду, что объяснялась вот такая вот социальная политика в рамках неокейнсианства не только заботой о собственном населении. В конце концов, мир Запада продолжал оставаться капиталистическим миром, где главное – это получение прибыли. И государства Западного мира – это государства, которые должны обеспечивать получение этой прибыли собственным корпорациям. Поэтому здесь был еще и другой фактор. Надо было снизить вот эти вот прокоммунистические, просоциалистические настроения собственного населения. Дело в том, что перед глазами у жителей западных стран был Советский Союз. Государство с иной социально-экономической моделью. Государство, где господствовали не принципы конкуренции, а принципы кооперации, государство, где не было погони за прибылью, а была погоня за обеспечением благосостояния собственного населения, и у населения западных стран мог возникнуть вопрос – а почему наши-то власти о нас так не заботятся, как заботятся в Советском Союзе? И вот чтобы этот вопрос не возник, чтобы симпатии к Советскому Союзу сошли на нет, чтобы не допустить у себя в странах социалистического переустройства, и необходима была вот эта вот социальная программа, вот эта вот идея неокензианства. Конечно, большая роль в экономическом рывке 50-60-х годов принадлежит научно-техническому прогрессу. Происходит постепенная автоматизация производства, развивается электроника, в том числе и микроэлектроника, и технологические процессы на заводах, на фабриках контролируются и управляются теперь компьютерами. Создаются и применяются новые конструкционные материалы, появляются новые виды энергетики, новые технологии, в том числе и биотехнологии. Происходит так называемая третья технологическая революция. Все эти факторы, конечно, имели очень большую, важную роль в экономическом развитии Европы в 50-60-е годы 20-го века. Но давайте не будем забывать о самом главном факторе. Экономический взлет Европы в первую очередь был обеспечен дешевой энергией, дешевым сырьем, дешевой рабочей силой, которую страны Запада получали из своих колоний и полуколоний, из стран так называемого третьего мира. Экономика западных стран в первую очередь базировалась на энергии нефти. Нефть – это была кровь западной экономики, а нефть в это время была удивительно дешево. Мировые месторождения нефти, особенно в арабских странах, были довольно богатыми и поставляли на мировой рынок нефть по ценам 10-15 долларов за тонну. Вот по такой небольшой цене нефть было закупать выгодно. И вот на этой дешевой нефти, на использовании других дешевых ресурсов, которые выкачивались из стран третьего мира и росла экономика западных держав. По сути дела это была политика неоколониализма. Мы с вами знаем, что еще в конце 19-го века мир был полностью поделен между крупными западными державами, каждой из которых стала колониальной империей. Потом в течение 20-го века в мировых войнах эти колониальные империи пытались переделить, а с 40-х, 50-х, 60-х годов в мире начинается обратный процесс, процесс деколонизации. И хотя мировая система капитализма к середине 70-х годов рухнула, все равно экономическая и политическая зависимость стран Африки, Азии, Латинской Америки от крупнейших держав мира, от стран Запада все равно сохранилась. И вот это повышенное потребление, которое было обеспечено населению западных стран, оно обеспечивалось бедностью в странах третьего мира. Уже в начале нашего 21-го века страны так называемого золотого миллиарда, то есть вот эти вот развитые западные страны, население которых где-то приблизительно 20-25% от всего населения земного шара продолжает потреблять 80% всех ресурсов, которые производятся на планете земля. То есть для того, чтобы у кого-то стало чего-то много, у кого-то должно стать чего-то мало. И вот про это мы с вами забывать ни в коем случае не должны. Ну на Западе всего было много и 50-е, 60-е годы действительно было такое время благоденствия. Даже возник такой термин государство, благоденствие, который описывал вот это вот социальное государство, сложившееся в западных странах. К концу 1960-х годов в странах Запада практически исчезла безработица. Она составляла какие-то небольшие 2-3% от работоспособного населения. Растет так называемый средний класс. Что такое средний класс? Средним классом западные социологи называли вот ту прослойку общества, которая не обладает доступом к крупной собственности, крупной частной собственности, которая составляет основные средства производства. Средний класс это люди с высоким уровнем образования, с высоким уровнем культуры, с довольно высоким доходом, который обеспечивается либо высокой заработной платой, либо владением небольшими долями, акциями крупных компаний. Средний класс может вполне себе иметь личную собственность, довольно существенную. Это пролетариат начала 20-го века не имел ничего, кроме собственных цепей. Средний класс середины 20-го века может иметь машину, а иногда даже не одну на семью, собственный дом. Высокий уровень доходов это позволяет. И вот этот вот самый средний класс в странах Западной Европы в США в середине 20-го века, к концу 60-х годов стал составлять приблизительно 2 трети населения. Естественно, это были люди, которые были довольны своим положением. При этом надо иметь в виду, что бедность искоренена не была. Число тех, кто жил за чертой бедности, всегда оставалось весьма и весьма существенным. А большая часть населения всерьез поменяла даже собственную структуру потребления. Ученые подсчитали, что для среднего европейца середины 20-го века, ну точнее 50-х, 60-х годов, в его потребительской корзине снижается доля затрат на продукты. Мы снижаем то количество денег, которое тратим на питание. Зато растут траты на необязательные для выживания статьи. Ну, например, на различную сферу услуг, на транспорт, на связь и так далее. Это говорит о росте благосостояния населения. Обеспечивался вот этот самый рост благосостояния в первую очередь ростом социальных программ, ростом государственных расходов на социальную сферу. В странах Запада он составлял 20-25% от всего государственного бюджета. А в некоторых странах, как, например, в Скандинавии, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии до 50%. Вот эти вот страны становились такими своеобразными витринами капитализма, чтобы все в мире могли увидеть, как замечательно, состоятельно и богато живет человек в капиталистическом обществе. Символом вот этого государства благосостояния стали, конечно, собственные дома. Правда, большинство из них покупались в кредит. Ипотечные кредиты были очень распространены в странах Запада. Ну и, конечно же, личный автомобиль. Количество автомобилей в странах Западной Европы, особенно в США, в 50-е, 60-е годы растет, растет и растет. Вот этот вот самый рост потребления был осмыслен социологами западного мира. И возник специальный термин. Термин «общество потребления». Один из европейских философов Жан Бадрияр в 1970 году выпустил такую книгу, прям с названием «Общество потребления», в которой говорил, что на смену ценностям бережливости, труда и достояния, сформировавшим европейскую цивилизацию, пришли темы расхода, наслаждения и отмены расчета. Покупайте теперь, заплатите позже. Вот суть общества потребления. Высокий уровень потребления подкреплялся и даже пропагандировался. Но это работала многочисленная реклама. Создавались различные кредитные продукты, которые позволяли получить товары уже прямо сейчас, а расплатиться когда-нибудь потом. В западном обществе активно пропагандируется идея индивидуального успеха. Это было общество, которое позиционировало себя, представляло себя как общество больших возможностей, которыми только надо воспользоваться, особенно если ты успешен. И тогда ты добьешься успеха. Ты лично сам. Не все общество целиком, а вот ты лично. Ты будешь, безусловно, успешен. И вот эта вот политика, политика государства благоденствия, вот это вот общество потребления, индивидуализированное, атомизированное, разделенное на отдельных индивидов, общество потребления, позволило во многом решить проблему классовой борьбы. В Соединенных Штатах Америки, в странах Западной Европы протестная активность рабочего класса, солидарность рабочего класса, единые выступления рабочего класса постепенно, постепенно сходят на нет. В конце концов, в чего бунтовать? Мы живем все лучше и лучше, рассуждали жители западных стран, в том числе и те, кто относились к наемным рабочим. Правда, не надо забывать, что вот эта вот витрина капитализма, это богатство обеспечивалось за счет бедных стран. Однако, главную проблему капитализма, проблему циклических экономических кризисов, решить все-таки не удавалось. Серьезные экономические кризисы охватили западный мир сначала в 1974-1975 году, а затем в 1980-1982. Во многом эти кризисы были связаны с проблемой энергоносителей, с проблемой нефти, особенно кризис 1974-1975 года. В 1973 году Израиль начал войну против арабских государств, которые были главными поставщиками нефти на мировой рынок. В ответ на это арабские государства объявили запрет эмбарго на поставки нефти тем странам, которые поддержали Израиль. А Израиль поддержали, собственно, страны западного мира, США, Великобритания, Франция и так далее. Ну все. Раз поддержали Израиль нашего врага, значит фиг вам, а не нефть. И цены на нефть взлетели в тех же самых США в 3-4 раза. Это был очень серьезный удар по привыкшей к дешевым ресурсам западной экономики. Падение производства в ходе вот этих вот крупных кризисов достигало 14%. Безработица с 2-3% вырастала до 15-17%, а это уже серьезная социальная напряженность. Почему так произошло, можно найти разные объяснения. Одна версия говорит о том, что это были классические капиталистические кризисы перепроизводства, когда уровень предложения на рынке, количество товаров, которые предлагаются к продаже, превышает платежеспособный спрос. Товары просто не успевают раскупаться. Во многом это было связано с тем, что общество потребления тогда, в 50-60-е годы, ориентировалось на закупку товаров так называемого длительного пользования. Холодильники, телевизоры, автомобили, дома, еще какая-то бытовая техника. Это не то, что обновляется каждый сезон, а иногда и 2-3 раза в сезон. Это не современные айфоны, которые каждый год новые выходят. На западе было найдено, кстати, очень такое оригинальное, хотя на мой взгляд не очень этичное решение этой проблемы. Поскольку товары длительного пользования не стимулируют производство, ты не будешь покупать себе много холодильников, тебе одного холодильника на 30 лет хватит. То вот в эти товары стало закладываться изначальное, запланированное так называемое устаревание. Когда искусственным путем потребительские свойства этих товаров, их долговечность снижается. С тем, чтобы их надо было менять. Поэтому и товары все чаще и чаще стали делаться неремонтопригодными. Сломался? Иди покупай новый. Второй версией, которая объясняет кризис вот этих вот 70-80-х годов, это была идея исчерпания возможностей экстенсивного роста. Экономика к этому времени захватила практически весь земной шар. И дальше за счет исключительно движения вширь, за счет увеличения количества потребляемых ресурсов развиваться уже было невозможно. Любопытный доклад в 1972 году опубликовал так называемый Римский клуб. Римский клуб это возникшее в 1968 году объединение представителей мировой политической, финансовой, культурной, научной элиты, которая не правительственная организация, тем не менее обладала большим авторитетом и занималась в первую очередь социальным экономическим прогнозированием. Так вот, в 1972 году вот этот самый Римский клуб, эти лучшие люди западного мира, выпустили доклад, который получил название пределы роста. В этом докладе было очень четко сказано, что в экономике надо что-то менять. Капитал, который должен постоянно расти, не может расти теперь только за счет движения вширь. Он достиг своих пределов роста. Нужен переход от экстенсивного развития к интенсивному. На мой взгляд, обе причины, да, и кризис перепроизводства, и кризис экстенсивной модели развития, они как раз и сыграли роль в этих экономических проблемах запада 70-80-х годов. А в сфере социологии вот эти вот экономические проблемы привели к появлению очень любопытной теории, теории постиндустриального общества. В 1973 году американский социолог и философ Дэниел Белл издал работу, которая получила название «Грядущее постиндустриальное общество». Он описывал вот те изменения, которые произошли в странах западного мира, как переход к новому этапу развития человечества. По мнению Белла, у нас было три основных эпохи. Доиндустриальное аграрное общество, когда большинство населения было занято в сельском хозяйстве. Далее, индустриальная эпоха. Эпоха, когда большая часть населения была занята в промышленности. Теперь же наступает эпоха постиндустриального или информационного общества. Вот эта постиндустриальная эпоха – это эпоха интенсивного за счет увеличения не количества, но качества развития экономики. И она была связана с так называемой Третьей технологической революцией. В рамках западной социологии, западной экономики говорят о трех крупных технологических революциях, которые пришли на индустриальную эпоху. Первая – это революция, которая привела, собственно, к возникновению промышленного производства. Это овладение энергиями угля и пара, которая позволила создать большую крупную промышленность. Далее, в конце 19 века происходит вторая революция, когда главными отраслями становятся нефтехимическая промышленность, электрическая промышленность. Это эпоха нефти и электричества. Третья технологическая революция, которая начинается в 60-е и 70-е годы, связана с компьютеризацией. Были созданы микропроцессоры, которые позволили упростить, удешевить производство компьютеров. И вот эта вот самая компьютеризация привела к изменениям в технологиях. Происходит роботизация, появление большого количества управляемых механизмов, роботов в производстве. Появляются в конце 20 века новые биотехнологии. Наверняка многие из вас слышали про клонирование, про знаменитую овечку Долли. Появляется всемирная глобальная сеть интернет с 1991 года. Вот это вот признаки нового этапа развития, постиндустриального общества. Дэниел Белл говорил так. Если в аграрном обществе главным было взаимодействие человека с природой, в индустриальном взаимодействие человека с искусственными, созданными им самим вещами, то в постиндустриальном обществе главным становится взаимодействие между людьми. В основе производительности в первом случае была земля, во втором капитал, в третьем информация и знания. И действительно, страны западного мира переходили к новому этапу развития, где большинство населения было занято не в сельском хозяйстве и даже не в промышленности. Большая часть населения было занято в сфере всевозможных услуг. Транспортных, медицинских, образовательных, информационных, развлекательных, каких угодно. Но тут надо иметь в виду, что сфера услуг, она сама по себе не может существовать без материального производства. И развитие сферы услуг в постиндустриальных странах было обеспечено производством материальных благ в странах индустриальных и даже в странах третьего мира, куда постепенно переводилось производство из наиболее развитых стран. Действительно, в страны Юго-Восточной Азии, в тот же самый Китай, начиная с 70-х годов, активно выводится американское, германское, английское промышленное производство. Транснациональным корпорациям все равно, где будет находиться завод. В Деваншире, в штате Нью-Йорк или в какой-нибудь Малайзии. И в Малайзии выгоднее, потому что там более дешевая рабочая сила, меньше затраты на производство продукции. Постиндустриальная экономика Запада, она базируется на индустриальной экономике, которая вынесена во второй и третий мир. Последствиями, социальными последствиями вот такого вот постиндустриализма было то, что европейское общество становилось все менее и менее сплоченным. Все более и более процветал культ индивидуальности. Вот этот самый индивидуализм, распад общества на мелкие группы, на отдельных людей, атомизация общества стал очень характерной чертой для западного мира. С другой стороны, он привел к демократизации общественных процессов, к росту элементов и институтов так называемого гражданского общества. Под гражданским обществом принято понимать всевозможные неправительственные, негосударственные ассоциации людей, которые защищают свои собственные, частные, отличные от общественных, отличные от государственных интересы. Вот есть у нас, например, какой-нибудь интерес, чтобы в городе Екатеринбурге было больше парков. И состоится, сказать, ассоциация борцов за парки в городе Екатеринбурге. Еще одним последствием перехода к этому самому подсиндустриальному обществу, особенно с развитием компьютерных сетей интернета, стала виртуализация человеческой жизни, когда все больше и больше времени человек проводит не в реальном мире, а в виртуальном пространстве. Хорошо это или плохо, тут можно подискутировать. Вот с такими проблемами столкнулся западный мир в конце 60-х, в 70-е, в начале 80-х годов 20-го века. О том, как он из этих проблем выбирался, мы с вами поговорим в нашем следующем ролике. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова